Я искала сайт, официальный сайт Конгресса в Испании и совершенно случайно выскочил ваш вот проект. Я сначала вообще подумала, что это реклама какая-то на самом деле, но рука дрогнула, я нажала, и вот я увидела Ваньку, увидела потрясающие его глаза, и было такое странное ощущение, что это наш человек, просто он почему-то не дома. Я выключила компьютер, пошла на работу, но я не могу, это как заноза, вот преследовала меня и мучила, и не отпускала, и я дома потом сказала своим мужчинам, и мужу, и сыну, я говорю, вот такая история. И сын первый сказал, так а в чем проблема, давай заберем домой. Как там тот мальчик, который танцует лесгинку, спрашивали меня знакомые после выхода передачи про Ваню. Многим запомнился жизнерадостный парнишка, которому судьба приготовила тяжелые испытания. Четыре года назад Ваню нашли бессознание на обочине рядом с погибшей матерью. Их сбила машина, когда они переходили дорогу. Четыре года жизни в интернате отбросили ребенка в развитии на несколько лет назад. И все это приносило Ване глубокие страдания. Ему хочется, ну, вырваться, скажем. Не всем хочется здесь, не все осознают, что они какие-то не такие. Ване, им кажется, что они, все у них хорошо в жизни. А Ване, он немножко сознает, что он где-то вот мог бы быть в другом месте. Все эти годы Ване был страшно одиноким. Единственным человеком, который сумел его разглядеть и понять, стал старший воспитанник интерната Миша Савва. Он старался с кем-то дружить. Его все почти, ну, откидывали. Ну, все думали, что, типа, он дурачок, все дела. Но я знал, что он не такой. Просто у него такой период детский переходил, когда он. Он мечтал всегда, разговаривал, что он хочет стать военным. Ну, я сперва не очень его понимал, но мне неинтересно сперва очень. Но я потом просто понял, что ему нужна поддержка какая-то. Я с ним больше начал общаться, разговаривать. Год назад на Ваню мое внимание обратил воспитатель Александр Дунаев, руководитель военно-патриотического клуба «Гардемарины». Ваня был активным участником клуба, и Александр попросил меня снять о нем программу. Когда я увидел Ваню вообще в первый раз, мне показалось, что, ну, ребенку здесь как бы не место все-таки в интернате. А то, что этот ребенок может достигнуть большего, и если его увидят где-то, если он найдет где-то свою семью, может, своих каких-то родителей, то он сможет дальше развиваться, расти и, может быть, преуспеть в жизни. Ваню действительно увидели. Как-то одновременно в трех уголках страны нашлись желающие взять мальчика в приемную семью. И на этот раз судьба спланировала все в интересах Вани. Его приемными родителями стали жители Санкт-Петербурга, принявшие мальчика как драгоценный подарок. Летом они приезжали познакомиться и уже в начале осени забрали Ваню из интерната. У нас семья далеко не олигархи, наша квартира где-то нуждается в ремонте, где-то у нас. У нас не было проблем, у нас двое в семье детей. Но, знаете, на самом деле так все просто, ну, что мы пацана, что ли, не прокормим? Тем более, что они, дети выросли, а руки чешутся, силы есть, воспитывать надо кого-то, наверное, заботиться о ком-то. В подростковом возрасте дети уже редко соглашаются пойти в приемную семью. Боятся привыкать к чужим людям и потерять мнимую свободу. Ваня принял для себя решение уже в первый день знакомства. Он как-то сразу разглядел в незнакомых людях главное – искренность. Я так понимаю, что они тебе сразу понравились или нет? Сразу, да. Почему? Что тебе понравилось в этих людях? Добро душевное. Постоянно он как бы делился своими впечатлениями, то он что-то там боится, то чего-то не очень, то вот, а как там будет, а что там за новые вот места, а как выглядит этот город, меня спрашивал. Ну, какие-то были вопросы, я как мог-то отвечал, но, конечно, волновался. Он и сейчас волнуется. Ваня понимает, что ему будет непросто. Он сам настоял на том, что учиться станет в обычной, некоррекционной школе. Ему еще только предстоит узнать и полюбить новую семью. Что касается Филипповых, у них все наоборот. Он наш, сказала мне Алена в первый день знакомства с мальчиком. И нас не испугают никакие преграды. О его диагнозах страшных, ужасных я узнала потом. Умственная отсталость, дебильность, невозможность строить причинно-следственные отношения, волевая. Господи, я даже не могу все это воспроизвести. Я даже читать это не буду, потому что у него нет этих диагнозов. У него, безусловно, есть задержка, потому что детдомовский ребенок – это нормально. Ванька, который при первом знакомстве рассказывал нам, не будучи знаком еще с физикой, о том, как он собирает звукоусилители, как он делает генераторы. И даже Матвей ахнул, говорит, ничего себе, он умеет преобразовывать тепловую в электрическую. Он все соображает настолько здорово. Задержка психического развития – один из наиболее частых диагнозов для детей из спецучреждений. Его ставят сиротам практически не глядя. И хорошо, если ЗПР нередко штампует и умственную отсталость. И это страшно пугает потенциальных приемных родителей. Алена не испугалась. Она говорит, что через пару лет обязательно привезет к нам Ваню. И мы сами увидим несостоятельность его диагнозов. Пока я не столкнулась вот с этой ситуацией, я не знала, что рядом с нами, вот рядом с нашими вроде бы такими серьезными проблемами, такими прям вау, какие у нас у всех тяжелые проблемы-то. Существует вот этот параллельный мир, где ты понимаешь, что такое настоящая проблема. И потом эти дети, они же выбрасываются в наш мир, и мы живем и удивляемся, откуда эта жестокость, откуда это… А вот оттуда. Ваню провожали самые близкие. Никто не усомнился в том, что все у него теперь изменится к лучшему. Он может чего-то добиться конкретного, чего он хочет. У него есть шанс там добиться, а здесь мало шансов. Там хотя бы у него будет семья, братья, сестры. Вот это ему сейчас и нужно, поддержка. Мы все прекрасно понимаем, что в семье Ваня, у него больше шансов найти себя, более шансов реализовать себя, чем живя, допустим, здесь. Как практика показывает, уже не всем детям, которые пошли в жизнь самостоятельно, без какой-либо опеки, не все справляются с этой жизнью. И мне кажется, что если бы Ваня остался один после выпуска из интерната, то ему было бы очень тяжело. А сейчас, когда вот нашлись люди, которые хотят о нем заботиться, хотят ему помочь в жизни, ему выпал, я так сказал, очень хороший жизненный шанс. С момента знакомства Алены с Ваней не прошло и двух месяцев. При бюрократическом соблюдении всех процедурных формальностей мальчик смог бы уехать из Самары только к зиме. И мне хочется отметить работу Чапаевских органов опеки. Понимая, что начинается учебный год, они сделали все возможное в максимально короткие сроки. В кино, в фильмах, женщины из опеки – это какие-то страшные создания, которые приходят, отнимают детей. Приятно была удивлена, то есть люди идут навстречу. На самом деле мы никаких сложностей не испытали. Ольга Владимировна нам очень помогла. И в Петербурге тоже все пошли навстречу. То есть большая благодарность. На самом деле не было сложностей. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вы такое большое дело делаете. Если бы не ваши вот эти такие живые, такие натуральные, вот они не специально отрежиссированы, а просто сценки из жизни ребенка. И если бы моя рука не дрогнула, наверное, Ванькин. И судьба бы по-другому сложилась. Мне кажется, ему будет здорово. И может быть, еще чья-то рука дрогнет, и кто-то еще обретет дом. Мне кажется, это здорово. В этот день мы здорово переволновались. Но тяжелее всех, конечно, приходилось Ване. И надо отдать должное его выдержке. Мальчик вел себя как мужчина. Не позволил Алене нести сумки. Ни разу не показал усталости. А ведь ему предстоял еще и первый в жизни полет на самолете. Так чуть-чуть. А так не страшно. Я теперь не один. При расставании люди плачут от грусти. Мне сегодня хотелось плакать от радости. История, которая произошла с Ваней, почти сказочная. Но вернуться в реальность нас с оператором Артемом Сулаймановым вынудил простой факт. Кроме Вани, около тысячи детей в Самарской области живут без любви и практически без будущего. Но я уверена, что счастливые истории обязательно будут. Ведь не может быть, чтобы где-то в мире жили никому не нужные дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok